Да спокойно отношусь, это вообще вечная проблема, да? Возьмите античную литературу, она вся построена на отношениях к геям, да? Возьмите историю, современную историю Советского Союза, но если ее называть современной, 1917-18-1919 год. Ведь когда коммунисты в 1917 году, точнее большевики, пришли к власти, первое что, они отменили все гейские нормы царского законодательства. Тогда по геям были очень жесткие нормы, да? А потом, как иногда смеются профессионалы, придя к власти, они все эти нормы восстановили, да? В Советском Союзе эта проблема тоже существовала. Скажем так, определенная часть населения, которая наблюдала за теми или иными явлениями социального характера, вот этого гейского характера, в России знала некие подробности и с писателями, и с поэтами, и с некими политическими деятелями. Но, увы, это не имело широкого распространения. Это было не нужно. С этим боролись другим способом. Сегодня демократия, сегодня мы говорим о чем угодно. Ну и, наверное, для того, чтобы отвлечь некое внимание от неких более насущных проблем, давайте проблему говорить на ту проблему, которая старая. Это вечная проблема борьбы добра и зла, да? Правильного сексуального направления и какого-то психологического отклонения. Но это с моей точки зрения. Для них это как бы нормальное явление. Ну, я думаю, что людям с нормальной психикой многие вещи просто неприятны. И зачем их тиражировать? Надо тихенько делать свое дело.